Добрый день. Обстановка ДНР продолжает оставаться сложной и напряженной. Интенсивность обстрелов украинской стороны за прошедшись в Суцке составила 99 нарушений режима прекращения огня. Всего по территории ДНР было выпущено 25 танковых снарядов, 74 мины калибра 82 и 120 мм. Обстрелом подверглись населенные пункты Лозовое, Горловка, Зайцево, район аэропорта Спартак, Жабичево, Киевский, Петровский районы, город Донецк. Потерь среди личных составов армии ДНР нет. Среди мирного населения в ходе нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков пострадало 4 человека. Среди них в городе Донецке при обстреле Кубышского района с позицией 17 отдельной танковой бригады пострадало 2 человек. На населенном пункте Горловка пострадал 1 человек. Обстрел вес с направления Майорска, где находятся позиции 17 отдельного топехотного батальона под командованием Александра Щербины. На населенном пункте Саханка один мирный житель получил ранение в результате минометного обстрела с позиции полка национальной гвардии АЗОВ под командованием Андрея Белецкого. Разведка вооруженных сил ДНР продолжает фиксировать факты перемещения военной техники лично состава вооруженных сил Украины. Так, в населенном пункте Константиновка и Кураховка установлено местонахождение РСЗО БМ-21 град 8 и 1 единица соответственно. В районе населенного пункта Красное выявлены огневые позиции САУ 3 единицы. В очередной раз хотим обратиться к киевским властям с требованием прекратить любые действия, ведущие к срыву минских договоренностей. Все, спасибо.